римлянам 11 глава 7 по 13 стихи временам 11 глава 7 по 13 стихи что ж израиль чего искал того не получил избранные же получили а прочие ожесточились как написано бог дал им дух усыпления глаза которыми не видят и уши которыми не слышат даже до сегодняшнего дня а вот что говорит давид да будет трапеза их сетью тенетами и петлею в возмездие им до помрачиться глаза их чтобы не видеть и хребет их да будет согбен навсегда и так спрашиваю неужели они приткнулись чтобы совсем пасть никак но от них под но от их падения спасение язычникам чтобы возбудить в них ревность если же падение их богатство миру и остудение их богатство язычникам то тем более полнота их вам говорю язычникам как апостол язычников я прославляю служение моё господи спасибо тебе за этот чудесный текст мы хотим чтобы сейчас дух святой наполнял нас я понимаю что я всего лишь человек который может где-то не точно что-то передавать где-то свою идею я прошу тебя пускай дух святой все выравно пускай дух святой работает с людьми с их сердцами окормляем нас мы паста твоим во имя иисуса христа друзья мои я назвал сегодняшнюю проповедь или только я вижу о чем говорит апостол павел следующим образом даже если кто-то делает неправильный выбор ты все равно должен послал влажен даже если кто-то делает неправильный выбор ты все равно должен прославлять служение богу апостол павел в этом тексте об этом говорит он приводит свой пример как он прославляет служение богу но давайте немножко поговорим о контексте что же такое за послание кремля как уже было сказано весь новый завет был написан 2000 лет назад и это одно из писем весь практически весь новый завет состоит из писем от человека к церкви или к человеку и в данном случае человек апостол павел и он пишет письмо в рим в римскую церковь или конечно же мы каждое воскресенье берем небольшой отрезок но письмо нужно рассматривать целом потому что у него есть целостная картина или целостный вот этот лейтмотив тема какая же тема послания кремлинам основная тема все нуждаются в иисусе христе все абсолютно нуждаются в иисусе христе апостол павел начинается это он говорит что все грешники и без иисуса христа жизни нет и он начинает от национальности к национальности переходить и разъяснять важность к каждая национальность и в 건강е sung про христа например он скажет об эллинистическую глину иитический культура греховных и так как они грешники им нужен иисус христос вот так иноbol line 3 я не надменные люди они завоевали весь мир на тот момент и они считают что мы завоевать но просто поэро скажет что а вы вас завоевали ради иисуса христа и вам нужен иисус христос и вот спустя вот этих 11 глав он подходит и описывает нужду евреев он скажет и вы евреи нуждаетесь во христе и вот здесь в седьмом стихе начинается вопроса что же а израиль неужели он не нуждается в иисусе христе в чем проблема израильтян сегодня можно сказать евреи чем проблема во первых вопрос я еврей и мне христос не нужен я еврей потому что я родился от авраама мой отец авраам да авраам это родоначальник еврейского народа от него пошли все евреи патриархи потом произошел всплеск египетском плену да когда не находились целый народ произошел евреи я там рабом не христос не нужен второй момент приходит моисей и моисей дает этому народу закон и заповеди от блока вот он бог вот вам закон и заповеди живите по ним как народ как целостность и тогда на тот момент когда просто павел пишет это письмо евреи сказали зачем нам христос нам достаточно соблюдать закон божий и мы через это спасемся но павел скажет нет что ж израильтяне они не получили уповая на свое авраамово происхождение и на свой закон божий в конечном счете они не увидели вот эту личность и которая сегодня с вами читал за евангелие от марка в котором концентрировано все вам нужен христос почему да потому что вы не способны соблюсти весь закон до конца вы не способны а значит вам нужно прощение вам нужно спасение однако вот эти два стиха 7 8 текст и говорят о том что евреи делают неправильный выбор они говорят нам христос не нужен потому что у нас есть авраам нам христос не нужен потому что у нас есть закон сегодня люди могут так же самое сказать даже не будущее время не скажу я русский поэтому мне христос не нужен я православный поэтому мне христос не нужен как бы парадоксально это не звучало я еще кто-то я одно другое третье можно маску всего описывать и поэтому мне христос не нужен и люди делают неправильный выбор потому что они отвергают христа всем нужен христос но какие есть действия смотрите если они не получили если они сделали свой неправильный выбор то что происходит то тогда бог дал им дух усыпления если человек делает неправильный выбор то к нему приходит вот этот дух усыпления они становятся духовно слепыми глаза которыми не видят уши которыми они не слышат даже до сегодняшнего дня я не знаю как часто проповедуйте евангелие я стараюсь делать это регулярно как минимум раз в неделю пойти и с кем-то поговорить о боге на прошлой неделе мы я встретил одного человека который ходил в церковь его наставил мы ходили покупать палатку не буду звать им этого человека и увидел любого привет ты же был в церкви добыл ты же в лагере был в детском добыл а с какого года ты был с девяносто восьмого я даже сам забыл что он будет 98 года но в какой-то момент этот человек принимает решение в другую сторону да то есть он отходит от христа я попытался его еще раз пригласить в церковь пытался еще раз поговорить с ним о боге но он принял решение не ходить вчера мы с моей женой решили еще раз доехать мы в этот магазин и я надеялся что он там будет я уже внутренне молился и просил господи я прошу тебя помоги мне с этим человеком да он сделал неправильный выбор но я все равно хочу направить его взор на иисуса христа взор его на церковь его там небо я надеюсь костюм еще встречусь но я думаю что это молитва не осталось без ответа потому что я помолюсь ну господи раз его не встретил дай мне с кем-то встречу еще потом поехали гулять по парку и встречаю человека уже не знаю несколько месяцев а может даже год не видел я даже вообще не ждал его увидеть факт я подхожу о привет отличать действия вот там по другое мы начали за кофе закончили конечно же церкви люди делают неправильно уходя уходя в другую сторону уходя от бога но в то же самое время наша моя ответственность и каждого христианина все равно указывать им на иисуса христа апостол павел скажет что с israel неужели они отпали неужели они не получили да у них есть дух усыпления у них есть вот это глаза которые не видят у них есть объективные причины а знаете чтобы оставить церкви у каждого из вас есть объективная причина у вас есть объективная причина навсегда оставить церковь не ходить сюда поле слишком высоко или еще что все что угодно а этот на ногу мне наступил а этот не позвонил мне а этот еще что-то не поздоровался или наоборот поздоровался но слишком сильно поздоровался но слишком внимательно все внимание на меня масса причин чтобы не ходить в церковь и почему вы перестали ходить в церковь но павел скажет но избранные получили ведь это получили эти до пришли у одних есть двух уцепления у одних есть объективная причина но есть и другие следующим же текстом 9 10 стихи апостол павел скажет что за неправильный выбор будет возмездие и он скажет и и давид говорит да будет трапеза их сетью тенетами и петлею и возмездие им возмездие им да помрачиться глаза их чтобы не видели и хребет их да будет согнен навсегда то есть то что человек принимает решение не следовать за христом будут последствия почему будет последствия ну давайте рассмотрим кто такой давид первую очередь это царь который был тоже до нашей эры до иисуса христа помните да мы говорили авраам с него начался движение создание еврейского народа моисей он дал закон и евреи жили какое-то время без царя и каждый делал что хотел есть книга суде можно это почитать каждый творил что хотел не было царя у них на самом деле там постоянно вот эта идея мусорится что не было царя на самом деле царя не было в голове так как царя в голове не было то они каждый делал что хотел вот наступает момент когда люди хотят выбрать царя избери нам царя и они выбирают такого царя какого хотят это был саул первый царь но после дни после саула приходит другой царь царь давид и бог говорит о давиде пророчество он смотрит на этого царя и говорит давид в тебе благословятся другие народы твой царство будет на века царство не на века царство евреев не на века о ком же идет речь давид пра-пра-пра-пра дедушка иисуса христа и когда бог смотрит на давида он в тебе есть иной царь который будет над всеми народами и это иисус христос в тебе в твоем недре да там существование давид не до конца этого понимает с одной части он думает что это о нем идет речь другой стороны понимает уже дальше что речь идет о христе и он скажет вот это ты не суперское пророчество но были люди которые давид они принимают они говорят а кто такой давид мы не хотим верить давид мы хотим следовать за ним и они отвергают давида и вот когда отвергают давида то давид об этих людях говорит следующим и давид говорит вот этот царь в то время говорит не о неверующих людях а о людях которые не принимают его как царя он написал это в псалме он говорит следующее да будут трапезой их сетью то есть те кто меня не принимают как царя то будет трапезой их сетью апостол павел берет теперь эти слова и соотносит их к иисусу христу он говорит что на самом деле те кто тогда не приняли давида как царя сегодня точно также не принимает иисуса христа понимает вот эту линию те кто тогда не приняли давида как царя его вечное потомство они точно также не принимают иисуса христа и сегодня когда люди делают неправильный выбор то есть не выбирает христа то на них действует вот этот же текст да будут трапезой и сетью тегетами и петлю и возьмем возмездие им когда читал этот текст ему пойти за трапеза что такое происходит помните скажу так книги интеллектуальные здесь было немножко выше моего интеллекта и мне пришлось открыть древнегреческий мне пришлось посмотреть другие переводы чтобы понять на самом деле все просто давид говорит что те кто не принимает его как царя они будут сидеть за столом и праздновать как им кажется но потом придет вечный царь их уничтожить потому что они не выбрали того царя который должен быть хотели бы вы оказаться на таком дне рождения где вы приходите вся еда отравлено все изгнул идете вам говорят есть торт прекрасный мы будем больше самый вкусный есть не дальше все продукты которые там все замечательно все свежайшие но все отравлено вы хотите вы такие думать а стоит ли туда и давид как раз об этом говорит что все что эти люди едят за этим столом затратили что на самом деле для них сеть ловушка то что приведет их погибели почему это приведет их погибели потому что в самом начале они сделали неправильный выбор они ответы христа всякий раз когда человек отвергает христа он делает неправильный выбор и соответственно будет пожинать результат этого неправильного выбора все очень просто когда мы размышляем о неверующих людях то мы размышляем всегда в контексте двух вещей первое это ну чтобы у них было все хорошо ну то есть они жевать идут да нужно как-то их спасти а второй чтобы жизнь их изменилась мы думаем в контексте изменения их жизни люди неверующие хотят правильно воспитать своих детей скажите пожалуйста можно ли правильно воспитать своих детей если ты сам постоянно материшься если ты ругаешь матом я когда уверовал пришел в церковь я не пил не курил сильно но у меня был один грех я все время материлась очень сильно прям я думал почему потому что я не буду почему я уже в контексте это сказал почему я сказал господи пожалуйста избавь меня от этого это неправильно и однажды мы идем я уже новообращенный еще хожу в церковь но иду с неверующими друзьями по по рынку мы идем разговариваем и я только лишь подумал сматериться у меня в мыслях только это промелькнул сзади подходит милиционер и говорит молодой человек а вы почему дети материтесь когда я не матерился там где-то вдалеке другой милиционер в общем даже не слышу там с кем-то разговаривал там это василий иди сюда василий подходит и слышу как они матерились конечно слышу как будто здесь как будто стоял они забирают нас милицию составляет кознаков все это я сижу и все время размышляю господи спасибо тебе за то что ты учишь меня избавляться от этого греха понимаете дело в том что если ты делаешь неправильный выбор а хочешь что получалось хорошо то хорошо никогда не будет потому что только христос способен изменить нашу жизнь он способен из матершинника сделать не матершинника из пьяницы сделать трезвенника из человека который ленивый сделать работящего только бог никто кроме и вот здесь вот давид скажет что помрачились глаза их и они не видят и они будут в этом ловушке в этой западне и знаете на сон наводит такую тоску печаль господи да как же тогда как же жить как быть эти не выбирают те неправильно это не так вся жизнь разрушена но павел не останавливается на знаете на таком на такой печали он говорит следующее и так спрашивают неужели они приткнулись неужели все закончено неужели они так споткнулись что даже подняться невозможно все жизнь окончилась все трагедия пришла нет он скажет никак неужели они приткнулись чтобы совсем пасть никак это невозможно но от их падения спасения язычников чтобы возбудить в них ревность оказывается бог для того чтобы спасти свой народ вот этих евреев которые делают неправильный выбор берет и еще кучи народ спасает те которые точно делают неправильный выбор евреи этих эллинистов римлян русских корейцев всех остальных и сегодня мы спасаемся мы спасаемся потому что бог принял решение и когда-то он возбудит ревности в своем народе сегодня если смотреть более широком контексте все равно люди вокруг нас которые принимают неправильные решения очень часто должны опускать у нас руки должны ли мы теперь думать ну все так кто спасет я уже 100 людям рассказал евангелие ни один со мной молитвы покаяния не помолился никто не хочет слушать о боге все я ничего делать не буду это объективная причина ничего не делал на самом деле я скажу так что это не должно опускать нас руки апостол павел продолжает но их от падения спасение язычников чтобы возбудить них в них ревность если же их падение богатство миру и осудение богатство язычникам то тем более полнота оказывается что если кто-то делает неправильное решение неправильный выбор жизнь на этом не заканчивается бог принимает решение спасти и других из ста из тысячи может быть из миллиона только одного бог решил спасти кто этот миллион мы не знаем но мы знаем что если я буду каждый день каждому рассказывать евангелие я точно нарус этого миллионного и для бога это будет огромнейшая радость и для бога это будет огромнейшее исполнение его полноты и его божественной благодати которую он и зовет на этого человека через нашу проповедь евангелия последняя книга библии это книга откровения предпоследние главы говорят о великом божьем суде и великий божий суд говорит о том что все представлены на этот море от нас мелких представьте эту картину я смотрю пираты карибского моря как-то вот эти вот выходят они там такие всякие в ракушках я думаю наверно море будет как-то примерно так отдавать раз пришли и ты стоишь 4 без запах а море отдал им он вот они стоят туда на суд с другой стороны стоят те кто от отдал паленый пахнет отдал нас еще что-то да вот и людей которые не приняли христа гораздо больше чем те которые приняли там будет верениться этих людей но там будут и те кто принял иисуса христа там будут те кто скажут а я принял и будут открыты книги и каждый будет судиться по делам их каждый но будет одна единственная книга где будет записано а этот человек не будет судим потому что когда-то в свое время он встретился с тем кто проповедовал ему евангелие этот человек сделал правильный выбор когда-то в какой-то момент когда ему говорили о христе это человек не нашел объективных причин не принимать он не сказал а вот еще есть коран а вот еще все дороги ведут в царство божье или какое-то а вот еще что-то вот философия а вот вы верующие хуже чем неверующих он не делал этих объективных причин вам просто сказал господи я грешник и мне нужен христос и в этом и есть вот этот вот правильный выбор принять иисуса христа если же их падения богатство миру и оскудение богатство язычникам то тем более полнота их и дальше апостол павел говорит о своем собственном примере вам говорю язычникам как апостол язычников я прославляю служение моё апостол павел увидит все эти объективные причины которые говорят ему бросить это служение сегодня когда я спросил вас что вы читали из библии и андрей сказал что он читал послание галатам который был также написано из тюрьмы апостола павел сколько раз августа павел в тюрьме четыре раза последний его тюрьма которая который он пишет он ведь все жизнь окончилась меня все оставили меня все бросили этот человек который организовал массу церквей этот человек который у которых была прекраснейшая команда это человек который приходил города и города разделялись на верующих и верующих этот человек получал палки от этих людей от неверующих это человек который может быть ну он всегда божий по божьим путем шел он-то прославлял служение ну он должен на лаврах подчевать на самом деле в конце своей жизни он оказывается самым одиноким и он говорит тимофей приди и камни приди и возьми книги кожаные возьми плащ потому что мне здесь холодно возьми с тобой друга моего марка я хочу побеседовать хочу просто попрощаться со всеми этими людьми и у него были объективные причины не заниматься служением у него были объективные причины сказать все мир рухнул я ничего делать не хочу но он говорит так вам говорю язычникам как апостол язычников я прославляю служение моё интересно то что мы можем как я уже стал на неверующих смотреть в контексте их спасения их изменение жизни да я говорил об этом спасение их изменение жизни но после павел здесь смотрит на всех кто делает выбор с другой позиции он говорит кто я и что я делаю никто они и что они делают а кто я я апостол я христианин я тот кто сделал выбор я верю в иисуса христа вот кто я что я делаю я прославляю служение моё даже если тогда кто вокруг меня делает неправильный выбор я прославляю служение моё даже тогда когда меня отвергает я прославляю служение моё даже тогда когда весь мир рушится я прославляю служение моё и здесь он говорит вот такой вот интонации утвердителя вам говорю язычником я апостол я прославляю служение мое и это очень важно очень важно для того чтобы вот во всей вот этой суете во всех этих неправильных выборах осознавать я все равно христианин что я делаю даже тогда когда не не слушать даже тогда когда мир заканчивает свое существование я прославляю служение которое в принципе не моё а то который доверил мне бог хочу вернуть вас 8 стих здесь немножко раскрывается характер божий бог дал им дух усыпления когда я понимаю что я христианин и когда я понимаю что я иду к неверующим людям рассказываю о христе я и принимаю то что они не захотят слушать и здесь может быть знаете как такое самоедство наверное я им не все сказал наверное нужно было как-то с другого боку зайти или по-другому или может быть другие психологические какие-то моменты сказать брить и придавить их к стенке сказать давай давить на чувство вины пусть заплачет пусть и слезу запугать и в конце концов не покаешься в ад попадешь но здесь другой ответ апостол павел говорит бог дал им моя ответственность будучи христианином прославлять служение а бог уже даст кому-то он даст дух уцепления а кому-то он даст пробуждение кому-то он откроет глаза кому-то он закроет это уже не моя ответственность здесь я вижу вот этот вот божественный характер божий где здесь иисус христос вот это вот уцепление и вот это вот прозрение бог дает не в контексте какой-то тайной истины и ты такой сидел и раз ты стал просвещенный нирвана растворилась ломание аман растворенный в нирване и все вот эти вот умные слова вроде бы ты слушаешь аптечий язык понятно непонятно про что просветление нашел для апостола павла это неважно для священного писания это неважно важно то что и усыпление и просвещение все вокруг одной личности вокруг иисуса христа что же евреи они ответили христа опять к христе а что же избранный потому что дальше он скажет что же израиль не получили но избранные получили а прочие ожесточились братья и сестры я смотрю на вас я думаю что вы избраны вы избраны богом я не знаю до какой цели я не бог и не мне знать да но главное не ожесточиться избранные получили есть те кто никогда не примут такова жизнь такова реальность но мы прославляем служение кто не я христианин у меня есть объективные причины грешить объективные причины ничего не делать я отвергаю их я христианин и я прославляю служение которое дал мне бог аминь давайте помолимся боже небесный спасибо тебе за это чудесное слово сложный текст трудно было мне разобраться в нем но я верю что ты действуешь сверхъестественно через него господи вокруг нас многие люди делают неправильный выбор наши руки не должны опускаться мы должны все равно идти и делать божье дело потому что мы должны прославлять его потому что мы христиане потому что ты искупил нас потому что когда-то ты давно вот этот выбор и мы стали с тобой господи сами ли мы его сделали или дух святой нас туда привел кто сейчас разберется господи но главное чтобы с тобою а ты с нами я молю тебя за каждого кто здесь помоги нам будучи избранными твоими божьими детьми делать правильный выбор в пользу иисуса христа благослови нас господи и распусти нас миром и пусть благодать и любовь и общение святого духа да пребудет с нами восемь дней до скончания века аминь с миром божьим братья и сестры приветствуйте друг